Меня зовут Геннадий, я являюсь священником Русской Православной Церкви, я руководитель отдела по делам молодежи Тихвинской епархии, комиссии по вопросам физической культуры и спорта, комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства, занимаюсь развитием молодежных движений, спортивных движений, спортивных команд, духовным окормлением молодежи Петербурга и области, также являюсь руководителем регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Это международная организация, ее на мировой арене возглавляет Сергей Вадимович Тихопашин, бывший премьер-министр Российской Федерации. То есть вот, также еще являюсь настоятелем храма в Волховском районе, занимаюсь его реставрацией. Вот так вот, если коротко. Такой самый, наверное, первый вопрос от меня, какая цель церкви, вот сейчас, 2022 год, не будем брать корону на войну, какая его цель церкви, как у института социального? Общая цель? Да. Я думаю, как и всегда, если мы будем говорить про православную церковь, это миссия православной веры, то есть Слово Христово. То есть мы никогда никуда не отходили в сторону и действуем по священному писанию, в котором Христос сказал, идите, научите, крестя их во имя Оса и Сына Святого Духа. То есть вот это ключевая фраза, в которой заключена вся миссия церкви. И я думаю, сейчас абсолютно такая же цель, как и всегда. То есть рассказать о Христе, прийти и научить. Ну, а уже крещение по желанию человека, хочет он быть с Богом, со Христом или же нет. Это его уже личный выбор. Какое отношение историческое и на данный момент у церкви к татуировке и к пирсингу? Давайте сразу, ну, татуировка и пирсинга, вот такие вот вещи. Ну, это такой довольно-таки обширный вопрос, постараюсь на него кратко ответить. Можно развернуто. Можно развернуто. Нужно развернуто. Хорошо. Ну, понятное дело, что такой канон отношения, то есть формирование канона отношения к татуировкам, он складывался в зависимости от эпохи, от взглядов, от ситуации в мире. Но на данный момент, вот именно русская православная церковь, да и большинство поместных церквей, никак не регламентируют это отношение. Нигде это не зафиксировано в документах, вот кроме как в старобряческой церкви Румынии, насколько я помню. Лет пять назад это было, официальные лица после собора заключили отношения считать татуировки греховным делом, но это не является препятствием к принятию таинства крещения. А что касается других поместных церквей, старобряческая церковь, это церковь, которая находится в общении с нами, но она не входит в канонические церкви православной юрисдикции. Их 16 местных церквей, это такой небольшой экскурс в историю. И у нас есть такой иерархический диптих, так называемый, в зависимости от времени появления, от статуса, от значимости той или иной церковной структуры. Ну и чаще всего это деление по территории, принадлежность к стране. И вот что касается русской православной церкви, у нас до сих пор не сформировано. Где-то в документах каких-то, у нас есть ключевой такой важный документ современности, можно так сказать, именуется как основу православной концепции. Это вопросы на ответы на современные вопросы, на современные вызовы. То есть, будь то отношение той же контрацепции, к аборту, к экоплодотворению, суррогатному материнству. То есть, то, чего большинство из этих вопросов не было озвучено ранее, потому что они не были актуальными. То есть, до этого техника не дошла. А сейчас есть определенные такие моменты, на которые нужно сформировать ответ. Что касается татуировок, такого ответа нет, но именно зафиксированного на бумаге. Но есть, конечно же, общее мнение определенное, которое берет начало также в Священном Писании. В принципе, любой ответ на вопрос священник духовенства начинает искать в Священном Писании. И вот что касается нанесения какого-то текста, либо украшений на тело, мы встречаем в Священном Писании буквально два-три раза. В Ветхом Завете это книга Левита и книга авторозаконий, где было сказано, было указание уидейскому народу, который вышел из плена египетского, о том, чтобы они не наносили нарезы и надписания на свои тела. Почему это было сказано? В связи с тем, что египетский народ и те племена, и народности, которые в то время проживали рядом с иудейским народом, они считались иудейским народом язычниками. В принципе, они не только иудейским народом считались язычниками, да и современное историческое исследование подтверждает этот факт. И, естественно, чтобы от них отличаться, чтобы не соответствовать образу жизни язычников, вот в книге «Второзаконие» у Левита сказана такая фраза. И она была связана с чем? У язычников был такой бытий. В случае кончины близкого человека, родственника, они, естественно, как люди, проявляли скорбь, понятие об утрате, их сердце посещало печаль. Естественно, они должны были это как-то пережить. Но в силу того, что у них диалог с Богом, а по факту его не было, потому что у них были разного вида какие-то божества, полубожества, многочисленные, они не могли эмоционально это пережить, душевно погасить в себе вот это горе. Они это делали физически. Они могли наносить также вот эти вот татуировки через боль. Очевидно, что у них там особой анестезии не было. Ну и в том числе они могли отрезать макушку, ухо, палец отрубить себе. То есть вот через физическую боль преодолеть душевную боль. И даже есть такие свидетельства у путешественников, историков, которые видели вот как раз такие вот эти вот племена, которые даже сейчас, кстати, проживают, сохранились до наших времен потомственные. Как, например, у вожака, вообще уши отсутствуют. То есть он при гибели каждого родственника или кончине, естественно, смертью, лишал себя частью уха. И вот нет ушей, нет пальцев. То есть до сих пор вот это действует. В связи с этим, конечно, вот это было указание, озвученное иудейскому народу. А, конечно, мы в Православной Церкви Ветхий Завет, естественно, тоже употребляем, обращаемся к нему. То есть на этом делают акцент. Вот именно на этом эпизоде о том, что татуировки нежелательны, потому что они относят нас к языческой культуре. А что касается современного текста священного писания, это называется Новый Завет уже. То есть тот был Ветхий Завет. Это Новый Завет. Он начинается с года рождения Христа, то есть от Рождества Христова. Вот мы говорим, как раз-таки начинается Новый Завет. Про татуировки ничего не сказано. Есть один эпизод в книге Откровения, Апокалипсис, где сказано не наносить число зверя. Но здесь разное толкование идет. Кто-то говорит о том, что речь идет о духовном каком-то моменте, то есть о духовной печати. А кто-то говорит напрямую о том, что это как физическое нанесение трех шестерок. Либо любого такого изображения с силуэтом того или иного демонического изображения. Чтобы объяснить, почему, например, татуировка, можно сказать, бессмысленно в нанесении тела человека, также употребляют цитаты из священного писания, как, например, из первого послания Коринфянам. По поводу того, что тело есть храм Духа Святаго. И о том, что это не наши тела, они даны нам Богом. И поэтому, естественно, мы должны нести особую ответственность. И наши тела уже великолепны и красивы, так как сам Господь об этом сказал на последний день творения. О том, что Он сказал, это весьма хорошо. То есть Ему это творение понравилось. И нам как бы привносить что-то нового, что-то сверхъестественного, дабы украсить тело, в этом нет необходимости. Но вот в принципе, что касается священного писания, это все. То есть какой-то дополнительной информации нет. А по этому поводу, но церковь, она всегда идет в ногу со временем, сохраняя какие-то традиционные, даже консервативные взгляды, на, мне кажется, на особо строгие каноны, церковь должна все равно понимать нынешнюю ситуацию, адаптироваться под нее относительно такого принципа, как называется экономия. Вот такой есть термин, то есть понимание ситуации и как на нее реагировать. Но вот на данный момент этот вопрос не был затронут, это исключительно мнение духовенства, священников, личное какое-то мнение. И здесь мы можем обратить внимание уже на такой исторический контекст, контекст присутствия татуировки, изображения на теле среди христиан. Это было, оно даже сейчас есть. Это было связано с проживанием Копской церкви, это часть Египта, еще небольших территорий других государств от того Средиземноморья и чуть ниже Синайского полуострова, вот этих регионах. Когда эту территорию завоевали мусульманские народы, копты верующие решили для себя сделать такой отличительный знак. Им не давали носить кресты, их срывали, то есть были определенные репрессии, гонения. И они в знак верности решили идти до конца, нанося на тело крест, вот прямо на запястье. То есть это была обычно стандартная какая-то небольшая татуировочка, что подтверждало их принадлежность к Христу. Но в каком плане? То есть не просто я христианин, а в это вкладывался особый смысл, то есть я готов быть со Христом до конца, то есть до смерти, до мученической кончины. В принципе, чаще всего так и заканчивалось жизнь того или иного верующего копта, который наносил на себя татуировку, потому что ее было невозможно удалить, кроме как отсечения руки. А это было одно из таких действий при гонениях на христиан. Также это встречалась традиция, и по сей день встречается в Эфиопской церкви. Это часть африканских республик, государств. И есть даже такие интересные снимки, как вот тоже путешественники-миссионеры, христиане встречают женщин с особой наколкой прямо на лбу. То есть они наносят татуировку с изображением креста, а также с подтверждением того, что мы являемся христианами. Причем это делается исключительно осознанно. То есть если кто-то в племени, в том или ином племени, не разделяет какого-то христианского учения, или же вообще не относит себя к православной церкви, то он этого не делает. То есть здесь о чем идет речь? Об осознанном выборе нанесения этой татуировки. То есть это самый такой важный шаг человека вот в этом племени, в этой субкультуре. Что касается нанесения татуировок среди православных, можно так сказать, молодежи, субкультуры, тогда может быть и взрослых людей. В европейских странах, в России у нас нет такой необходимости, чтобы подтверждать исповедание веры, присутствие в православной церкви, о том, что мы христиане, потому что у нас сейчас нет гонений, у нас православная церковь, церковь государство расположено, и не только у нас, вообще к христианству в общем и целом и в Европе. То есть нанесение крестного знамени, оно, наверное, не особо... То есть в это сложно заложить какой-то особый смысл. То есть это исключительно как украшение, а тут уже, конечно, вопросы. А зачем наносить крест как украшение на тело? Тут уже, мне кажется, нужно сидеть, рассуждать, и в том числе в диалоге с самой молодежью, с тем человеком, который это хочет сделать. Мне кажется, это уже должен быть такой индивидуальный подход. Слышал о том, что есть даже такая уникальная семья. Ну, мне кажется, что это больше такой рекламный ход маркетинговый, о том, что вот в Иерусалиме они живут исторически, они наносят паломникам татуировку на протяжении уже шести веков. Может быть, оно так и есть. Тут уже сложно проверить. Вряд ли кто-то пойдет в архив, да, проверять их документы, их семьи. Но они вот это делают. Насколько я знаю, я сам был во Святой Земле несколько раз и с паломниками, с группой верующих россиян, ну, точнее, даже славян, не только из России были паломники, никто ни разу не обращался за такой татуировкой. Ну, наверное, в силу того, что вот именно в наших странах это не принято. Может быть, кто-то по своему личному желанию подходил делать эти татуировки, а может быть, кто-то действительно присутствовал из православных церквей, вот Копской или Эфиопской, поэтому тоже наносили. Тут тоже сложно говорить за кого-то из них. Ну, вот, наверное, если вот коротко, такой экскурс в историю соприкосновения татуировки и православной церкви. Получается, что вот церкви напрямую, она не запрещает татуировку, да? То есть, как бы, как такого запрета нет. То есть, ты можешь ходить, приходить, там, взаимодействовать как-то, будучи с татуировками. А как будет? Взаимодействовать с... Ну, ты можешь приходить там в церковь, ты можешь там, ну, взаимодействовать с церковью. Ну, здесь вот как раз-таки вообще в церкви есть несколько ветвей отношения к тому или иному вопросу по их степени значимости. Вот есть догматические вероучительные истины. Это вот непререкаемое учение против... Если против него будет высказано какое-то мнение, то через определенные соборные действия, то есть руководство церкви, этого человека или группу лиц могут определить как еретики, раскольники. То есть, это довольно-таки большой такой исторический процесс формирования этих канонов был, догматов. Это первые аж 7-8 веков нашей эры, так называемые вселенские соборы, на которых во время появления очередного какого-то ложного учения собирались все. Собиралось все духовенство, все руководство и говорили о том, что это вот неправильно, если вот прям коротко. Конечно, они объясняли, опираясь на Священное Писание, на учение, на понимание смысла жизни и так далее, и так далее. Вот это догматы. Есть богословское мнение признанных святых отцов, авторитетных, у которых свои труды, это Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, из русских Феофан Затворник, многие-многие другие. Их на самом деле, ну не то чтобы много, но я думаю, несколько сотен наберется великих, выдающихся богословов. То есть это богословское особое мнение людей с очень хорошим образованием и духовным опытом, то есть молитвы, какой-то жизнью в воздержании, потому что чаще всего это были монашествующие, потому что епископат в определенный момент исторического развития церкви уже не мог вступать в брак, то есть это был уже такой институт монашества, безбрачие. И поэтому, конечно, они чаще всего вели аскетический образ жизни, то есть уходили в пустынь, но это не современная пустынь с песком, это были такие определенные условия, ну может даже мог быть лес, но в контексте Юга и Азии, где развивалось, распространялось христианство, это были такие интересные сооружения, если вот были в Каппадокии, где вот шары запускают, знаете, воздушные шары красивые такие, вот там есть столпы такие, это вот, я не знаю, как физическое происхождение, ну типа сталактиты, да, сталагниты, но которые растут вверх, большие такие горы, они умудрялись даже там жить, то есть они вырубали пещеру себе там на высоте 10-15 метров, туда как-то забирались и там жили, то есть вот у них было такое полное отречение от мира, через молитву, через покаяние, через молитву за весь мир, через воздержание, ну и у них какие-то были особые открытия, откровения от Бога, но это они в том числе через некоторый период, если возвращались также в монастырь, они записывали что-то подобное, какие-то труды, вот это богословское мнение, это вот вторая категория, третья, это уже частное мнение, мнение священнослужителей, ну тоже, естественно, опытных, если может быть и неопытных, мнение может быть и любого человека, но, естественно, прислушиваются чаще всего к опытному человеку. И вот что касается татуировок, я думаю, что его можно отнести как раз-таки пока что на данный момент исключительно к частному мнению, хотя вот общее положение отношения церкви формируется вот всего лишь на трех цитатах и священного писания, о которых мы уже с вами говорили. То есть если человек приходит в церковь и задает вопрос, вот у меня есть татуировка, что мне с ней делать, вот если его это беспокоит, священник чаще всего отвечает, ну а зачем ты ее сделал, есть и способ там, например, ее убрать, вот, может так ответить, а может и ответить, ну живи дальше, а какой смысл в этом был. Вообще в любом вопросе жизни человека нужно задавать, обращать внутрь себя этот самый вопрос, а зачем мне это нужно, да, то есть и что касается татуировки, он всегда будет таким же. То есть у меня есть опыт общения с заключенными и с бывшими заключенными. Я служил в Сегеже, это город в Карелии, и вот вокруг него четыре зоны. Ну естественно, мне как священнику приходилось тесно общаться с ними, потому что у нас есть такое направление, тюремное служение называется. То есть мы даже в тюрьму приходили, у нас беседы были, где-то храмы, где-то службы, где-то личная исповедь. Ну естественно, в силу того, что город находится рядом, все, кто оттуда выходил, там выпускался, многие задерживались там, и приходилось общаться по поводу, в том числе и наколок. То есть мне кажется, это был самый распространенный вопрос. И часто ребята, которые там посидели, отсидели, естественно, они были изрисованы, исписаны с ног до головы, но я думаю, не мне вам рассказывать, вы лучше разбираетесь, да, о том, что, что касается тюремных наколок, это особая субкультура, она имеет четкую там градацию. Хотя вот сейчас вот в современном мире, конечно, идут какие-то размывы границ, и кто-то может себе нанести неожиданно, вот, не знаю, там, воровскую какую-нибудь татуировку, не понимая, что это есть, да, вот действительно в каком-нибудь непрофессиональном тату-салоне, где этого не знают. Ну, а по факту, по телу заключенного можно было прочитать его всю жизнь, да, то есть когда сел, когда вышел, к какой группировке относятся, завязал, не завязал, куда паучок ползет, куда сползает, куда поднимается, вот, и у многих, то есть когда они это делали, понятно, они были в субкультуре, они жили, они хотели это сделать, потому что это было принято, ну, и чтобы на другой зоне, вдруг, если, а такое, к сожалению, часто случалось, что совершали преступление, опять садились, и их сразу могли определить, что это за люди, как относиться, к какой группировке относятся, ну, вот, вдруг начинается нормальная жизнь, а что делать дальше? Дальше хочется устроиться на работу, и тут проблемы. То есть по статистике, процентов 70 респондентов, опрошенных фирм, компаний, ну, не принимают на работу с наколками, особенно если они там зоны, и все, и у ребят начинает вопрос, а зачем я это сделал, а куда идти за ответом? Идти к своим друзьям, которые тоже в наколках, ну, они скажут, не парься, и преимущественно идут куда? К священнику, ну, не к психологу, не знаю почему, а вот именно к священнику. Этот вопрос часто звучал, ребята, некоторые хотели свести их, некоторые хотели оставить у себя, да, то есть особо, там, не знаю, дорогие, значимые татуировки, то есть, и всегда в диалоге был вопрос, а зачем ты это сделал? Ну, понятно, что человек, который вышел из зоны, он сделал их намеренно, с какой-то конкретной целью, чтобы, мы уже говорили, быть, обознать свою принадлежность к той или иной, там, не знаю, диаспоре и так далее. Вот, а что касается современного молодого человека, тут, конечно, всегда нужно думать, понимать, в чем смысл того или иного изображения, вот, вот в вашей студии вы объясняете каждую татуировку или какой смысл историческое происхождение, как это у вас происходит? Сейчас, скорее, нет смысла, то есть, есть красивые картинки, есть, ну, скажем так, традиционная татуировка, это old school, tradic, то есть, там есть какие-то смыслы, там, нож, там, кабель, например, там, надписи, какие-то, это простоявшиеся такие штуки, а есть новые стили, они несут, скорее, какую-то декоративную составляющую, то есть, люди просто украшают тела какими-то прикольными, красивыми рисованными или нерисованными изображениями. Есть еще, как бы, буквы, леттеринг, то есть, там уже люди что-то вкладывают, это, когда делают надпись, то есть, не шрифт, а именно надпись какую-то рисуют, зашифрованную, люди тогда уже туда что-то могут вкладывать. То есть, сейчас даже, можно сказать, прошли времена, когда люди, там, бьют даты рождения детей, вот это вот, всякие такие, уже такого даже не делают. В основном, это декоративная составляющая, в большинстве случаев, то есть, есть те, кто там вкладывает какой-то смысл, но, как правило, это декоративная составляющая. То есть, чаще всего, вот, как, наверное, правильно сказать, клиент, он не задает этот вопрос, а говорит, я хочу вот эту, либо посоветовать им мне что-нибудь там из цветочков, да, это как бы вот так, да, происходит? Можно так сказать, да. То есть, возможно, у клиента есть идея, он дальше выбирает стиль, какой он хочет, а мы делаем эскиз, да, и вот, по сути, он просто украшает свое тело. Вот, ну, тут вот как раз-таки очень важно порассуждать на эту тему о том, что любое изображение имеет символ. И, ну, это, наверное, уже мое личное мнение, так как вот было, было у меня такое пересечение в жизни вот с людьми из зоны, конечно, вот для тех, кто сейчас это хочет сделать, конечно, выбирать четко и ясно для себя, что ты хочешь нанести. Потому, а я, у меня было такое, кстати, соприкосновение с историческим объяснением татуировки. Я, к сожалению, не смог найти эту работу. Это целая диссертация, она в книге. История как раз-таки татуировки. У меня на старом компьютере она была загружена, но вот я открыть ее не смог. Ой, этот компьютер не смог открыть, он у меня там испортился. Я читал эту книгу, очень крутое издание. Я надеюсь, что я все-таки смогу найти и поделиться вот с вами. Там, конечно, иногда очень поражающие сознания мыслей были озвучены. Действительно, насколько был глубокий смысл заложен в каждое изображение. О том, как людей даже отмечали и помечали в зависимости от их рода деятельности, не на зоне, а в жизни. Это было и в Средневековье, и в начале нашей эры, и даже до нашей эры в разных культурах. И у нас был недавно такой диалог, мы форумы проводим молодежные, и вот девчонка тоже выступала. Мы делились какими-то такими сокровенными вопросами, ну, точнее, личными переживаниями о том, кто там с родителями поссорился, вот хочет успокоиться в малых группах работать. И вот одна девушка говорила про татуировку. Вот, и вот она сделала. Вот это было изображение, ой, то ли розочки, то ли бабочки какой-то, но мы потом решили погуглить. Нашли, и в итоге выяснилось, что этот символ вот в определенное время обозначал, ее наносили тем, кто занимается проституцией. Вот, и она вот как бы такая вот, как бы расстроилась. Вот, то есть, а символ уже нанесен. А что касается разных больших каких-то, не знаю, рунических, ведических символов, тут вообще нужно быть осторожными, потому что это все-таки тесное соприкосновение с языческой культурой вплоть до вызывания этих демонических сил. И, естественно, если человек наносит на себя, я вот чуть ранее говорил про образ, не закончил мысль, да, то человек как бы соприкасается с этим напрямую, потому что это его желание. Это, знаете, как вот одно дело в квартире поставить, не знаю, изображение вот как раз-таки напрямую, вот что на тело наносить, вот дьявола, а в то же время рядом икона. Гречески это и звучит как образ. И то есть мы, естественно, наполняем и себя, и свою душу, и наше окружение тем, чем хотим. Но просто нам иногда не хватает информации и разборчивости. Вот мы решили выделиться, да, ну как бы там ни была татуировка, она про это, пирсинг про это. Ну, модно, пожалуйста, здорово, замечательно, но с рассуждением всегда. Потому что, тоже, кстати, есть такое интересное научное наблюдение среди психологов, потому что любое изображение влияет на степень сознания и подсознания человека. То есть он определяет его даже модель поведения. Но мне даже было бы интересно там и с вами на эту тему пообщаться. И у меня было немного диалогов на эту тему с ребятами молодежи, но они об этом говорят. О том, что, конечно же, оно располагает. То есть появляется кто-то для уверенности делает, кто-то для самоутверждения, кто-то в протест. Такое часто бывает, особенно у подростков. Родители против, а я сделаю. Прямо себе там, не знаю, на лице. Время проходит и появляется некий стыд. А зачем я это сделал? То есть, конечно, всегда нужно быть рассуждение, взвешенное мнение со специалистами. Обязательно изучить, что обозначает то или иное изображение. То есть мы даже говорим про христиан, коптов и эфиопов, которые наносили крестное знамение. Они купола-то не наносили на всю грудь. Они не наносили изображение Божьей Матери и Христа. То есть они с особым благоговением к этому относились. Это, как знаете, у меня тоже был диалог с человеком, который отсидел, а у него на все тело Христос. Он говорит, я думал, что это исповедание веры. А сейчас, говорит, когда я пытаюсь вступить в интимные отношения с супругой, у нас ничего не получается. То есть она видит не его, она видит Христа. И все. Тут, извините меня, даже дальше продолжать можно и не продолжать. А свести ее невозможно. Она по всему телу. Ну, может быть, и возможно. Я не знаю, наверное, откуда-то кожу пересаживать. Тут я не специалист. И он страдает, переживает. То есть в любом случае мы возвращаемся все к тому же моменту. Образ имеет смысл. Образ несет информативную, информационную нагрузку. И, естественно, в силу того, что татуировки были для контакта и диалога, чаще всего с какими-то потусторонними силами, они эту нагрузку-то никуда не дели. И просто человек, может быть, сам не участвует в этих ритуалах, потому что не знает о них. Но они присутствуют уже на теле. И, конечно, они влияют на душевное и духовное состояние. В этом плане, конечно, важна рассудительность. Упоминали? Число зверя. То есть в церкви реально есть, скажем так, какое-то убеждение по этому поводу, что оно несет какой-то смысл, что оно действует какой-то силой. То есть в три шестерки, но по большому счету, ну, три цифры. То есть, может быть, так и три пятерки будет. То есть по трем шестеркам реально есть какое-то вот устраившееся мнение, что вот нельзя их использовать. Это прямо... Ну, это из книги «Откровений», как раз-таки книги «Апокалипсиса». Есть вот такое утверждение. Но тут уже нужно, конечно, тоже иметь определенные рассуждения и понимание, о чем речь идет. Ну, правильно, да? То есть если просто три шестерки, там, не знаю, в серии паспорта попались или же там еще куда-то, да? Ну, это просто цифры. А если человек это специально делает, то есть там речь идет именно о нанесении на себя клемма зверя, то есть вот как принятие того, что ты становишься соучастником жизни и модели поведения от дьявола. Вот такой в этом смысл заключается, вот этих трех шестерок. А почему у него трех шестерок? Есть какое-то, откуда он взялся? Честно говоря, вот я не помню вот этого объяснения, но вот просто в Священном Писании об этом сказано, откуда взялись эти цифры. Эта книга «Откровения», она была озвучена... Ой, написана апостолом Иоанном, богословом, через вот некое такое созерцание. То есть это были не научные какие-то изыскания, а именно его переживания через диалог с Богом. То есть это было именно откровение. То есть ему что-то открылось сверхъестественным путем. То есть он не занимался какими-то архивными или археологическими изысканиями. Тем более это был первый век нашей эры. То есть Христос совсем недавно был распят на кресте, а это был его один из самых верных учеников и апостолов. И то есть он был максимально близок к нему и до последнего дня был с ним, даже когда его распинали. То есть все ученики разбежались, а к нему было особое доверие, особое расположение. То есть он обладал вот таким вот, можно сказать, даром, возможности общения с Богом. И вот это откровение было дано таким образом. Про перевернутый крест. То есть есть мнение, что это вот сатанинская тема, перевернутый крест. И я гуглил, читал, и даже где-то в книгах это мелькало у философов, что перевернутый крест, это был крест святого Петра после того, когда Иисуса уже распяли. Что он типа как бы в протест его перевернул. Ну, какой-то там был это вот. Можете? Да, я даже больше скажу. Здесь вопрос даже не в протесте, а в том, чтобы не повторять такую же смерть, как казнь на себя, не брать такую же крестную смерть, как взял на себя сам Учитель, Господь Иисус Христос. То есть что-то другое. То есть проявление некого такого смирения и недостоинства быть таким же, как Христос. И такая крестная казнь была не с одним последователем Христа. То есть крестное распятие, во-первых, это была самая жуткая казнь. Она была настолько мучительна, что сейчас даже научные исследования показывают, что хуже не придумаешь. То есть человек мог испытывать до 60 болевых точек в один момент. То есть представьте, если мы там палец порежем или какой-то ушиб получим, то там 60 и сразу. Причем это колотые раны, пронзения, вбитые гвозди, подтянутые легкие. В общем, очень тяжелые. Есть статьи, можно спокойно почитать по этому поводу. Ну и вот в таком варианте использовались, точнее просились, с просьбой обращались люди, чтобы, тех, которые хотели казнить, чтобы крест был другой. Это либо перевернутый крест, либо Андреевский крест. Понимаете, да? То есть на нем был распят по преданию апостола Андрея Перелозванной. Поэтому у нас вот Андреевский крест изображается на флаге морских сил, ну и даже некоторых стран. То есть символ тоже христианского креста. То есть если я резюмирую, империернутый крест, это у нас вполне себе каноничный символ, ну и скажем так, церкви, да? То есть это не... Как мне не голливудская тема, что эти перевернутые кресты, это там сатана, святком духе. Ну, какой смысл закладывать в это? Если человек, естественно, возьмет и нарисует еще и какое-нибудь богохульство туда или кощунство заложит, то, конечно, даже простой крест уже будет кощунственный. Я понял. Такой тоже вопрос и экскурс из истории. Если сейчас церковь относится к татуировке, ну, скажем, нелояльно, но терпимо, да? То есть как бы задавая вопрос, зачем? Возможно ли такое в будущем, что начнутся какие-то гонения на татуированных людей? Ну, скажем так, более репрессированного характера, чем неодобрение? От церкви? Да. Да я думаю, это маловероятно. Ну, извините меня, церковь это институт не святых людей, а грешников. И церковь принимает любого человека, который совершил какую-то оплошность или проступок, но имеет право встать на путь истины в любой момент. И как раз-таки в этом и задача церкви объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, а где грех, а где добро. Поэтому это, в принципе, невозможно. Я просто к чему вообще введу? Было бы здорово, конечно, регламентировать, чтобы было понимание. Потому что молодежь приходит, и чаще всего священник высказывает свое личное мнение, а что дальше делать непонятно. Вот вроде бы сказал священник, а на что опирается? На пару цитат из Ветхого Завета. Хорошо, они авторитетны, но они были связаны там с конкретным сюжетом. Можем мы его сейчас относить к этой ситуации или нельзя. Это уже начинается рассуждение, брожение. Тут важно, чтобы люди не использовали это под себя, чтобы это вот... Я считаю так, значит, так будет. Я считаю так, значит, так будет. Ну, чтобы какое-то было единое мнение все-таки соборное. Может быть, этот вопрос не настолько в масштабном понимании серьезен и актуален, что его не рассматривают. хотя я вот наблюдаю, татуировки еще популярны. Их делают многие. То есть в моем окружении даже среди спортсменов тоже сейчас это распространяется. Делают, делают. А с какой целью тоже часто вопрос. Чаще всего для красоты, для самоотверждения. Может быть, в этом нет ничего плохого. А оно... Тогда какой символ он нес? А зачем? А ты выбрал, а узнал историю, оттолкование. Вот это, конечно, важно. Ну, то есть, по мне так, если человек хочет нанести татуировку, может быть, я просто технологический процесс не особо знаю, но, может быть, делать такую татуировку, которую ты можешь поносить и подумать, например. А хочешь, ты ее дальше сделаешь. Ну, как это вот, хна, да, называется, вот какие-то такие. То есть нанес себе трафаретом, ты пожил с ним, увидел, ощутил себя, осознал. Ага, все, мне подходит, делаю нормальную или такое. Ну, нет, мне не подходит, убираю. То есть, хотя бы вот какие-то такие были размышления. То есть, не сразу, потому что потом последствия, такие, что и не уберешь, не изменишь, не добавишь. Ну, вот, ну, это вот, это мое личное мнение. Вопрос от других ребят. Не знаю, будет у него ответ, не будет. В Японии татировка запрещена. То есть, у них, ну, нельзя ходить татуированным. Если ты носишь татуировки, ты рукава, шею закрываешь, то есть, они, как правило, красят костюмы полностью. Сьют. Вот. Но с одной ремарочкой, татуировка на религиозную тему можно. Вот. Как-то можете прокомментировать? То есть, у них реально вот можно зайти в храм, где там раздеваешься, как-то, ну, там, кимоно, все вот это вот. Туда можно заходить с татуировкой на религиозную тему, но с татуировкой такое же, только не на религиозную тему, например, или не по канону заходить нельзя. То есть, вот прям вот, как бы, получается. Сюжет можно? Ну, что касается, конечно, Японии, тут только можем порассуждать, так как там с религиозным воззрением все непросто. У них государственными религиями, насколько я помню, являются буддизм и синтоизм, а это все еще и пребывает в неком таком синкретизме, то есть смешении культур. Я даже знаю о такой традиции, что вот, когда вступают в брак, насколько помню, японцы идут чуть ли не в католическую церковь заключить брак, когда умирают, идут уже в буддистскую церковь, а когда вот в повседневной жизни они в синтоизм обращаются. То есть, в связи с этим вообще вопрос, куда эти татуировки-то разрешены, в какой храм, да? То есть, это их, мне кажется, такая сугубо государственная культура, наверное, связанная еще и с некими этическими и какими-то строгими взглядами, но все-таки японцы, они такие, относят себя к такой некой интеллигентной стране, хотя это Азия, это много чего можно ожидать неожиданного, точнее, встретить неожиданного, но в этом плане даже интересно, почему вот с татуировками можно зайти в храм, вот на религиозную тему именно, а с другими нет, то он что-то говорил, а в какой храм? То есть, по факту, буддизм и синтоизм, они не являются религиями, это философские течения, то есть, их можно на уровне, наравне поставить с признанными конфессиями мировыми, христианством, исламом, иудаизмом, и вот буддизм часто ставят, просто потому, что там большое количество людей, ну, можно сказать, верующих, но при всем при этом даже сами буддисты, ответственные, понимающие жизнь и то, во что они верят, в чем они присутствуют, именно религиозную систему, они понимают, что это не религиозная система, это философская система, просто это мировоззрение, взгляд на жизнь, поэтому тоже вопрос, тут мне кажется, надо прям изучить и найти ответ. Еще вопрос, если мы смотрим из-под парадигмы того, что, ну, людей создал там Бог, все вот это вот, как получилось так, что на разных материках совершенно не связаны между собой народы, например, на Южной Америке, Северной Америке, на Европе, в Африке, в Австралии и даже на Японии древние аборигены, то есть, ну, примитивные народы, у них у всех была культура татуировки в той или иной степени, то есть, они что-то вкрашивали, как-то помечали, например, у полинезийцев, у них, ну, и у этих народностей, у них было, что татуировки помечали, ты воин, там убил столько, ты там вождь, например, ты изгнанный, у индейцев тоже там свои ветра и прочее, как так получается, что до появления основных религий официально, то есть, как бы, это было распространено по всей земле, то есть, какую-то ремарочку можно по этому вопросу? Так можно порассуждать на эту тему, а почему бы и нет? Это было очень легко доступно, а отличительные знаки в любом случае нужны были, то есть, как таковой косметики не присутствовало, а люди хотели как-то зафиксировать себя, идентифицировать себя как личность на свои проявления и достижения, вот в том числе, особенно воины, да, а что касается каких-нибудь, там, не знаю, знатных семей, управляющих семей, да, это было очень распространено. Сейчас даже при каких-то археологических раскопах, я вот закончил ИСТФАК, в том числе, и мы изучали, у нас была практика археологическая, ну, понятно, что мы в Сибири копались в земле, мы даже находили что-то интересненькое, но при этом мы изучали какие-то документы из других стран, да, то есть, вот даже вот находили какую-нибудь гробницу, саркофаг, и там лежало тело, и все сразу понимали, вот стянута кожа, естественно, уже тело-то уже старое, оно уже несколько тысяч лет лежит, ну, вот татуировка, сразу понимали, вот на шею такая татуировочка, это жена такого-то вельможи, то есть, у нее такой-то статус был, для чего? Для того, чтобы когда она выйдет в народ, чтобы ее, может быть, не убили, понимали степень наказания, потому что это большая особа, чтобы, очевидно, чтобы она выделялась среди других, то есть, даже если вдруг ее ограбят, снимут там одежду, там, богатство украдут, чтобы ее быстро могли найти и понять, что это она самая, вот, то есть, в том числе, мне кажется, для этого самоидентификация, причем, на официальном уровне это было. Больше скажу, я точно не помню, что это за племена, вот, но в одной народности делали татуировки женщины на лицах, чтобы другие племена, когда их крали, их легко потом могли найти, не могли их спрятать. Да, да, да. Вот, то есть, ну, как бы, вот, такую точку зрения, скажем, это нормально. А мне кажется, это даже естественный процесс был развития человечества. Вот мы даже сейчас говорили, да, про эпизод из Ветхого Завета, то есть, пожалуйста, откровение от Бога и иудейскому народу о том, чтобы они не наносили такие письмена, для чего? Чтобы они так же выделялись, чтобы они, их было видно, что они не из-за языческой культуры, вот как вот мы в общем понимании говорим о том, что они там ни египтяне, ни какие-нибудь там соседние племена, там, да, которые исповедуют абсолютно другую, даже не религию, а другое почитание определенных, определенной группы божеств, божеств, так скажем. и, естественно, надо было выделиться все, их тела чистые. Хотя вполне возможно, что тоже были татуировки. Коли это предписание появилось, оно же не просто так появилось, а значит, был повод к этому. То есть, скорее всего, они также наносили какие-то отличительные знаки, в силу того, что было так на тот момент принято в цивилизации, в той. Откуда берется вот эта вот ненародная любовь к татуировке? То есть, скажем так, вот у старшего поколения, даже моя бабушка сказала, вот ты там весь адресовался, а лучше бы этого не делал. Вот. Я спрашиваю, почему? Она говорит, потому что это плохо. Почему плохо? Непонятно. Есть более агрессивные субъекты, скажем так, когда вот прям орут на улицах, там, вы, армия дьявола, там, все в таком духе. То есть, если церковь это не проецирует, у нее терпимая позиция, откуда у народа это берется? У народа это берется даже, скажем так, более злобно. то есть, как бы люди с агрессией на это реагируют. Особенно вне столицы, вот дальше там, в областях. В регионах, да? Да. Не знаю, я во многих регионах России жил, я бы не сказал, что там прям так агрессивно. Ну, с непониманием, да, наверное, есть такое дело. Почему? Ну, наверное, все-таки потому, что у нас не прижилась эта культура. То есть, вот если взять африканские, там какие-то части азиатских стран, там это нормально, естественно, это их предание, их наследие, то у нас этого не было. У нас чаще всего, да, вот я вот все вот ту книгу пытаюсь вспомнить, я читал ее очень давно, но помню этот эпизод, потому что татуировки чаще всего даже в средневековой Европе наносились именно по принадлежности, по профессиям. Причем они были как раз-таки ограничены по указанию на такую не совсем порядочную деятельность. То есть, вот эта проституция, вор, там какой-то, не знаю, мошенник, но, может быть, и наносили какие-то татуировки те же моряки, точнее, не может быть, они их наносили тоже по принадлежности к какому-то определенному флоту или торговой компании, которая перевозила. Ну, кстати, это было тоже, наверное, это цель их безопасности, потому что были пираты, могли напасть, а когда видели, например, эту татуировку, то есть, любой символ можно же снять, сорвать, как вот прокрестов, эфиопов и коптов, а татуировку нет. Вот и напали пираты, увидели, ага, это те самые моряки. То есть, тут можно их не убивать, еще и заработать на них, продать их, вернуть, или же наоборот, у них там какая-то договоренность. То есть, в том числе, но это была европейская культура именно про это. Но она вот, к сожалению, может быть, к вашему сожалению, к субкультуре татуировок, те, кто любит это направление, оно не прижилось. И поэтому вот такое негативное отношение, может быть, и сейчас сформировалось. Почему не нравится старшему поколению? Мне кажется, чаще всего это связано с общим положением принятия молодежи, подростков, подрастающего поколения. То есть, кто такая молодежь? Ничего не меняется. Вот есть интересные записи из древней Греции, древнего Рима, философы рассуждали, историки. И там такие же фразы абсолютно идентичные. Ох уж наша молодежь, опять она протестует, опять она возмущается, опять она занимается вольнодумством. И это написано четыре тысячи лет назад. Что изменилось? Да ничего. Молодежь как была такой, так и будет. Это свойственно такому возрасту. Можно сказать, что это реакция на изменения старшего поколения. То есть, молодое поколение что-то привносит новое, у старшего поколения этого не было, но так реагирует. В возрасте тяжело принять что-то новое. Все любят стабильность, уже есть пенсия 17500, пускай она и будет. Какое-то развитие, может быть, сил уже нет, желания нет. А тут, когда еще внук пришел, ё-моё, у бабушки инфаркт. Такое тоже бывает. Всему же еще есть мера. Я думаю, вы точно встречали таких ребят. я видел этот кадр, где парень полностью разрисован, даже лицо, он даже изменил какую-то внешность. Ну, выглядит там довольно-таки вызывающе, мягко говоря. Я бы сказал, даже страшно. То есть, я бы не хотел, чтобы мои дети увидели такого человека. То есть, одно дело, просто на руках человек там самоутвердился, пожалуйста. А он идет, ну, он прям сделал у себя вот животное, да. Ну, я просто забыл, как его зовут. Это какой-то там европеец, американец. Он на себе и клыки вставил, и челюсть выдвинул, то есть, прям хирургические вмешательства. То есть, конечно, по библейскому, ну, очевидно, что это плохо. Ну, это изменение абсолютно образа человека, как храма Духа Святаго. То есть, тут уже, мне кажется, категорически, может быть, любой скажет, что это плохо. А зачем он это сделал? Ну, это, конечно, у него надо спрашивать. Вот. А когда вот какая-то небольшая группа татуировок на теле нанесена, ну, надо все-таки уметь объяснять, наверное, защищать свою позицию, зачем это сделал человек, в том числе родственникам. Ну, возможно, родственники никогда не примут это, а может быть, примут. Про пирсинг. Есть ли что-то около разрешенное или допустимое? Или нет? Или все нельзя? Ну, вот мы говорим про те же накалывания и порезы на теле, они, в принципе, об этом и идут. То есть, каких-то дополнительных свидетельств и священного писания их нет. Вот. Что касается личного порядка, ну, как украшение носят, то есть, церковь не запрещает носить там серги, там, не знаю, женщину, да, в принципе, мужчинам оно не запрещает, потому что, я говорю, на эту позицию церковь, может быть, и не высказывалась особо. То есть, церковь не регламентирует, какой туалетной бумагой пользоваться, в том числе, да, то есть, и получается, на каждый вопрос отвечать приходится только тогда, когда он поступает. Но есть вопросы, может быть, не особо масштабные, как мы уже об этом говорили, но если пирсинг соотносить с культурой татуировки, мне кажется, что пирсинг реже встречается, нет? Или тоже часто? Ну, это разные вещи. Разные, Да, может быть, поэтому и попроще, то есть, а смотря где пирсинг, ну, то есть, если он не вредит здоровью, наверное, жизнь не человека, то пожалуйста, вот, ну, это мое личное мнение, то есть, я так считаю. То есть, главное не превращаться, да, вот в какой-то, в какого-то фрика, которого не то, чтобы его тяжело понять, то есть, на нашей, буду говорить, на практике духовенства, естественно, к нам приходят абсолютно разные люди, и даже вот такие, которые сделали что-то невероятное, то есть, одна-две сережки, да, вообще не вопрос, это, мне кажется, тоже сейчас принято, носят все подряд, ну, как бы, кто хочет, а когда ты там изуродовал себя, вопрос, зачем? там и про число зверя, а мы говорили, говорили про него, а мы коротко поговорили, ну, может, конечно, поподробнее, если будет желание, я могу еще раз ответить на него, вот, потому что, тоже, это же, есть какой-то смысл в этом, в Священном Писании, но, с другой стороны, церковь считает это вот предрассудками и суевериями, если человек ищет во всем три шестерки, так что, мы это проговаривали, нет? Да, тогда не надо. Доподлинно известно, что жизнь есть только на Земле, пока что, то есть, не было прецедентов каких-то прям явных, были там сигналы с космосом, но, опять же, это ничего не доказано, то есть, у нас бесчисленное количество планет, экзопланет, звезд, галактик, и пока основывается на парадоксе Феми, то есть, если мы не одни, то где все, то есть, есть ли какое-то мнение у церкви по этому поводу, почему вот есть Земля, и жизнь есть только на ней, другая пока не обнаружена за всю историю человечества? Ну, у церкви, на самом деле, нет такого мнения, что жизнь только на Земле, то есть, церковь и православное учение, Священное Писание не отрицает возможности жизни на других планетах, но и при этом особо-то об этом не говорит, не особо, а вообще не говорит. Но я, по крайней мере, не помню таких вообще эпизодов, упоминаний, поэтому тут можно спокойно предположить, что существуют и другие миры, и какие-то цивилизации спокойно, но пока контакта не было. Может быть, они вообще бесплотные, может быть, на какой-то из планет живут те самые Херуимы или Серафимы, ангелы, пожалуйста. Можно, конечно, на эту тему рассуждать, потому что доказательств нет, и вряд ли мы их в данный момент найдем. Либо пока с нами не свяжутся оттуда, либо пока мы свои технологии не разовьем за этот период. Хорошо. Давайте вопрос про технологии. Есть, я проговорю вот эту загадку о Одиссеях, чтобы людям было понятно. Такой, загадка, вопросик про корабль Одиссея. То есть, если мы возьмем корабль Одиссея, который стоит в музее, и будем каждый год менять у него по досочке. То есть, в какой-то момент по большому счету он перестанет быть королем Одиссея, потому что мы полностью его заменим. То есть, это будет как бы, как останется смысл, останется символ, но с точки зрения физики, с точки зрения его составляющих, он полностью изменится. Дерево будет другое, доски будут другие, вот, новее, старее, неважно. Вот, что будет с человеком, если мы, его, допустим, возьмем и воссоздадим человека искусственным научным путем. То есть, мы сделаем, напечатаем органы, придумаем искусственный интеллект, сделаем так, чтобы он сам себя отождествлял, он будет думать, что он есть. То есть, как это может носиться, как это будет носиться церковь, если мы создадим человека, без вот этого момента обладотворения, искусственно полного. Я понял на вопрос. А есть ответ на загадку про корабль Одиссея? Это... Это просто для рассуждений, да? Я понял. Потому что тут, на самом деле, я бы, например, про этот корабль бы ответил так. Корабль — это не только само сооружение, но и его команда, то есть то, что его наполняет. И очевидно, что эти дощечки будут менять те люди, которые на нем перемещаются. Ну, понятно, что такой корабль будет полностью трансформирован в абсолютно новые детали на протяжении, наверное, очень многих лет. но если это произойдет, то очевидно, что поколение с поколения команда живет командный дух, то есть некая душа у корабля присутствует и самих людей. Что касается человека, если вдруг наши технологии дойдут до этого и вдруг попадется такой человек, которому нужно пересадить все, хотя это, конечно, сложно представить себе, то, конечно, по хорошему счету можно предположить, что человек еще останется человеком, личностью, потому что человек трехсоставен дух, душа и тело по священному писанию, по богословской мысли. И, естественно, если тело будет преображаться, видоизменяться, мы можем предположить, представить себе на данный момент только людей с ограниченными возможностями, то есть инвалидов, у которых максимум нет всех конечностей, может быть, еще что-то случилось, но при этом они остаются людьми. То есть вот эта степень замененности органических частей тела, в том числе и до сердца, тут, конечно, сложно рассуждать на эту тему, но можно предположить, что душа все-таки в нем останется. Душа останется и этот общий дух личности, человеческой личности, он все-таки будет действовать. Вот мне так кажется. То есть, конечно, в священном писании про нанотехнологии не писали, да, и там мы ответ вряд ли найдем. Но вот если вот самим порассуждать на эту тему. Хорошо, вопрос шире. Если мы берем этого несчастного бедолагу, а может и счастливого бедолагу, у которого хватило денег, полностью заменить свое тело на что-то гибернетизированное, например, да, то есть вот у него были руки-ноги, которые подали ему родители, он такой по жизни начал что-то менять, либо полностью, например, оцифровал свое сознание и переместил в машину. Он останется ли он человеком? И параллельный вопрос. Если мы создадим полностью на технологиях, которые вот у нас есть, будут, создадим плоть, кровь, кости, суставы, живые органы, и в мозг, который мы тоже, опять же, синтезируем, мы зальем сознание. Какие-то импульсы искусственного интеллекта, который будет себя отождествлять. Будет ли это человеком? То есть человек, который полностью перенес себя в машину и машина, которая считает себя человеком, но с точки зрения биологии она будет человеком. Будет ли разница? Как к этому относиться? Ну, тут нужно, конечно, как минимум лет 10 обучиться, получить такое высококвалифицированное образование, понимание, действительно возможны ли эти процессы. Тут, если вопрос звучит ко мне как к священнику, вдруг, если это все реально произойдет, если мы, предположим, гипотетически сознание мы вдруг какое-то тоже создадим, то, наверное, это все-таки не будет человеком, потому что это все искусственно созданное. То есть мы, когда говорим про человека как личность, мы говорим вот про его рождение. То есть вот произошел момент зачатия, родилась душа, родилось тело, и человек уже спустя время появился на свет. Вот она личность. То есть душа была заложена в тело Богом на этапе зачатия. И другого способа расположить, разместить душу в тело мы не предполагаем. Вряд ли Господь будет участвовать в этом процессе, когда человек создает искусственного человека, и тут неожиданно Господь решает, хорошая идея, намного быстрее, чем зачатия, роды, мучения женщин. Давайте сразу штампуйте, а я буду души отправлять. Ну, конечно, мне кажется, это какая-то будет область фантастики все-таки. То есть это будет считаться, наверное, действительно киборгом, суррогатом или еще кем-то, уж точно не человеком. Хорошо, а если мы берем ту концепцию, что человек рождается, в него вкладывается дух, душа, но при этом этот человек полностью заменяет свое тело. Он в какой-то момент оцифровал сознание условно, то есть он подключился к машине, машина его там скопировала, резервную копию сознания мозгов его сделала, и мы залили в такие же мозги такую электронную. По сути, он родился, но при этом сейчас он как бы изменил форму своей жизни, своего существования. Ну, да, я понял вопрос. Я вот вспоминаю одну конференцию, я говорил о том, что занимаюсь, являясь руководителем комиссии по вопросам защиты материнства и детства, и мы там очень много рассуждаем на биолого-химические, какие-то физические процессы в жизни, там, ребенка, мамы, рождение, каких-то, как раз таки, касающихся, в том числе, в числе основы социальной концепции, то есть, вопросы современности, суррогатное материнство, оплодотворение искусственное, там, папа-мама, папа-папа, мама, да, то есть, вот эти моменты, когда родители однополые, да, и все прочее, прочее, это, конечно, все про этику еще, вопрос этики, о том, что есть, конечно, морально-нравственный закон, еще есть этический закон, нас, людей, как биологических существ, потому что, вот предложи там, собачкам быть однополым, в однополом браке, это не произойдет, природа не позволит, да, конечно, есть какие-то там, определенные, индивидуальные, биологические существа, где это есть, но я даже не вспомнил, по-моему, среди растений, или каких-то водных, животных, подводных, когда однополые становятся родителями, но в человечестве это невозможно, то есть, вопрос этики, вот, и когда человек начинает себя вот заменять вот этими частями тела, это тоже вопрос этики, а до каких пор ты хочешь себя заменить, подменить, то есть, это ты же уже будешь не настоящий, и вот я говорил, вспоминая одну конференцию, насчет, присутствовал какой-то вот тоже доктор наук, из Российской Академии наук, и вопрос, речь шла как раз-таки про оцифровку сознания, вот я, насколько помню, он сказал, что даже если человечеству еще лет сто будет заниматься наукой, мы вряд ли до этого дойдем, то есть, ну, это как бы вопрос, ответ эксперта, то есть, не мой ответ, а его, да, но если вдруг это произойдет, то все так же в категории размышлений, мне кажется, что это будет тоже некачественно, ну, во-первых, это будет неэтично куда-то перекачивать сознание, вопрос всегда стоит, а зачем это делать, то есть, чтобы жить вечно, но, если мы говорим с точки зрения христианства, а это не нужно, у нас жизнь вечная предполагается, в том числе, с присутствием смерти здесь, на земле, то есть, жизнь вечная только для души, а храни свое сознание, а кто знает, может, человек будет от этого мучиться, вот вдруг получит отцифровать, да, и вот он будет закрыт в коробке, так как в тюрьме сидеть будет, то есть, вопрос, а зачем, то есть, чаще всего какие-то такие идеи возникают, не знаю, у тех людей, которые там обладают властью, деньгами, хотят продлить жизнь, ну, кому-то помочь, ну, благое дело кого-то сохранить, спасти, ну, а тому человеку нужно, это или нет, то есть, вопрос всегда этики, в том числе, ну, получается, по факту, да, окончание земной жизни, если мы, ну, вряд ли мы сможем, там, извините меня, сперматозоиды, привести, там, яйцеклетку в тот, репродуцировать, создать в таком же виде, в котором, там, у человека, сто процентов будут сбои, мутации, а еще, по факту, это может и не работать, то есть, это придет к вымиранию человечества, вот, как к существу, как индивидууму, все-таки я вспоминаю наш диалог про три шестерки, не дает он мне покоя, вот, хотелось бы более подробно разъяснить, упоминание о священописании, конечно же, об этом есть, в книге «Апокалипсис», «Откровение», от Иоанна Богослова, в Ветхом Завете это буквально 2-3 раза встречается, и имеет там конкретные указания на числа, вот, можно говорить про золото, которое было измерено в палатах Соломона, это был один из таких руководителей, историческая личность в уйдейском народе, и вот, вот, это количество равнялось вот этой величине, в весе золота, и потом, вот, это начали отождествлять с силой власти, с могуществом, властью, деньгами, то есть, теми, кто управляет людьми. Естественно, это сразу такое стало носить, некое такое нарицательное значение, хотя иногда оно было положительное, иногда отрицательное, и, понятное дело, что речь идет здесь про предшествие антихриста, до предшествия Христа, появляется некий такой вот человек, личность, который будет являться предшественником Христа в статусе его противника, то есть антихриста. И вот это число начали отождествлять с ним, то есть в качестве числа зверя. Вот, насколько помню, по-моему, с еврита, если перевести вот три буквы, разложить их на, как это не транскрипция есть, а переведение букв в цифры, то и как раз-таки получаются эти цифры 666. Вот, хотя иногда в некоторых соотношениях с другими местами священного писания было 616. Транслатация, или как-то так вот это слово называется. Вот когда вот бинарная система, двойственная, вот, и в итоге цифры-то вообще появились в VI веке, а священное писание было написано в I веке Нового Завета, а Ветхий Завет вообще там можно сто, там, пять веков, шесть веков, семь веков, десять и так далее. То есть, в разное время было написано, а цифры, как таковые, появились в VI веке. Конечно, это все просто обрастало какими-то учениями, толкованиями, но иногда и мифотворчеством, то есть, сочинительством таким полным. И, чтобы, так сказать, успокоить народ, церковь чутко-ясно говорит, не нужно придавать вот этому числу в качестве такого некого суеверия, искать везде три шестерки. Этого не нужно. Нужно просто, а как я помню, этот отец Андрей Кураев, такой наш современный богослов, рекомендовал, просто чаще телевизор смотрите, там вы увидите, когда придет антихрист. То есть, будет понятно, что вот он появился, все, расслабьтесь. А где то, что в паспорте, в ННН, там, не знаю, на стаканчике кофе, еще где-то, ну, бессмысленно. Если человек себе осознанно наносит вот этот символ власти, да, как бы такой негативной власти, то есть деньги, там, какая-то, может быть, военная мощь, власть, с целью быть выше, сильнее, конечно, это сразу несет конкретный смысл. А так, в общем и целом, ну, не нужно искать препятствий, бояться этих цифр и так далее. Конечно, хотелось бы вам пожелать такого благополучного развития, но, наверное, все-таки, как священник, там, православной церкви, я бы хотел акцентировать внимание на том, чтобы любая ваша деятельность, не только профессиональная, да, вот, связанная с татуировками, но и ваша личная деятельность, ваши личные отношения с семьей, друзьями, близкими, родными, были всегда основаны на, принципе, там, благородство, честности, порядочности, и, конечно же, они вас ассоциировали с собой, с самим собой, как с личностью, мы сегодня об этом говорили, о том, что процесс самопознания очень важен, а, как бы там ни было, очень важно понимать, что любая татуировка, она говорит прямо про, прямо про самоидентификацию человека, про его самоопределение, про его выбор, о том, с чем он хочет себя отождествлять, то есть, ассоциация, заложенная в рисунок, в нанесение татуировки, она будет говорить о личности, о его выборе, может быть, сначала неосознанно, но потом она присутствует, и, конечно же, ваша задача разъяснять, даже если вот сейчас не принято в этой культуре, как мы говорили о том, что только у бывших заключенных это осталось, а среди современной молодежи или желающих нанести татуировку, это не особо там как-то приветствуется, не особо присутствует рассуждение, но потом люди приходят к священнику, чтобы он растолковывал эти письмена, а тут уже приходится гуглить, потому что священник вряд ли будет знать каждую татуировку и носить энциклопедию с собой по ней, поэтому, конечно, желаю профессионального роста, конечно же, такого благополучия и для компании, и, в частности, для каждого из вас, для каждого сотрудника вашего тату-салона.